всем привет привет рада вас видеть на своем канале сегодня пятница надеюсь у вас прекрасное настроение я провожу блиц консультации выходных поэтому кто хочет почитать какой тему до блицев можете нажать под этим роликом ссылку сообщества и последний пост будет как раз и говорить о том какая тема будет сегодняшнего блица до чтобы присылать заявки и на выходных я их выполняю так а мы с вами сегодня посмотрим тему которую предложила галина называется она что стоит за моей неуверенностью да почему я себе не доверяю именно себе не кому-то себе вот и посмотрим все что скрывается за этой темы захотела я сегодня сделать на разных колодах потому что не знаю что то я вспомнила засел мне этот комментарий николая который говорил о том что хорошо было бы на полной колоде работать вот мне на полной колоде не совсем приятно поэтому я решила сделать поработать на нескольких колодах вот чтобы никого не ущемите мне чтобы было комфортно да потому что это тоже важно так выбираете либо колоды либо камешки первая позиция голубенький камешек это колода тару темного света вторая колода тару сумасшедшего дома и третья колода это тару небо и земля вот выложила я их непосредственно по тем энергиям которые соответствуют позиция то есть не просто так подбирала и давайте мы с вами посмотрим так отодвинем эти колоды выше просто положу вне камеры видно да так и так позиция номер один голубенький камешек вот туда и его поставлю видно видно и давайте мы с вами посмотрим а я хочу посмотреть в каких моментах вы чувствуете единички себя неуверенными потому что не всегда мы и не во всем чувствуем себя неуверенно есть какие-то определенные моменты посмотрим сначала а это потом посмотрим что за этим стоит почему мы себе не доверяем и так каких моментов вы чувствуете неуверенность двойка мечей в тех моментах когда у вас есть какое-то сомнение то есть скорее всего когда надо принять какое-то решение правильное верная да и возникают какие-то сомнения что-то говорит за и что-то говорит против чем двойка мечей краски и говорит про неуверенность то То есть когда нужно что-то выбрать. Почему? Потому что здесь нужно как будто бы отказаться от чего-то, то, что у вас, возможно, хорошо получалось. То есть наверняка неуверенность может появиться тогда, когда вы идете во что-то новое. То есть когда что-то оставляете, были какие-то успехи, были заслуги, и вам нужно выйти из привычной, удобной, своей комфортной зоны. То есть когда надо расширять себя в чем-то. Либо когда нужно выйти за пределы, за рамки того, что вам известно. То есть, проще говоря, когда мы идем в какую-то неизвестность. Вот в такие моменты вы чувствуете себя неуверенными. Почему? Возникает вопрос. Почему? Что стоит за этой неуверенностью? Ну, прошлый опыт. А что конкретно, более конкретно? Луна. Страхи. Страхи, страхи, былые страхи. То есть, скорее всего, последствия каких-то неудачных попыток. Опять же таки, удачное, неудачное – это разделение нашего ума. Любая неудачная попытка – это удачный опыт понимания того, как делать не нужно, либо в чем мы ошибались. Поэтому причина – причина прошлый опыт. Но все же, чего вы именно боитесь конкретно вот в этом прошлом опыте? Ну, вот видите, разочарование. То есть, все банально, понятно и предсказуемо. В ком или в чем вы разочаровываетесь по шпиндагле? В каких-то новых предложениях. То есть, здесь может быть такое ощущение, что разочарование идет даже не в ком-то или в чем-то, а в том, что вот это новое, то, во что вы шли, то, что вы пробовали, оно вас не удовлетворило, не получили того желаемого результата, да, то есть разочаровались. Значит, как следствие, здесь мы можем предположить сразу, что когда вы идете во что-то новое, убираете ожидания и включаете просто интерес и любопытство, что «а давай я попробую» без привязки оценки к конечному результату. То есть, это хорошо или плохо, ну, когда получилось, либо не получилось. То есть, не нужно привязывать никакую оценку к конечному результату, потому что иначе вот вы разочаровываетесь по пятерке кубков, о том, что что-то утратили, что-то не получилось. И здесь просто нужно сменить подход. Если еще что-то, что скрывается за вашей неуверенностью. Королева Жеслов, элементарное желание быть не то чтобы первой, но в некоторой степени признанной, да, то есть человек, который, по сути, не ошибается. Желание быть на виду, желание быть признанной, желание быть успешной, реализованной, независимой. То есть, вы как будто бы привязываете свой результат, особенно когда идете в новое. То есть, как это так сейчас, я попробую сформулировать мысль немножко по-другому, чтобы вам было понятно. То есть, вы не идете в новое с позиции маленького ребенка, да, который не думает наперед, что будет, а просто делает, да, без каких-либо привязок. Ну, то есть, будь что будет, сделаю, а там потом по факту, по ситуации разберемся. Вы наверняка, человек, скорее всего, умудренный, да, стараетесь просчитать все ходы и выходы заранее. И, конечно же, на основе такой стратегии у вас есть определенное ожидание, что у вас получится. Ну, то есть, по крайней мере, вы стремитесь к этому. Но когда вы не получаете результат, а вы не должны его получить позитивно. Почему? Потому что это абсолютно новое, да. Если это действительно новое, то под словом новое я подразумеваю, что у вас в прошлом не было аналогичного опыта, да. То есть, если вы никогда там не занимались, например, графикой, то ясное дело, что первый проект вы завалите, насколько бы успешно вы не были и умны, да. Почему? Потому что, ну, нету такого навыка. Но здесь получается так, что вы включаете вот эти вот ожидания от нового, от новой какой-то ситуации, от новой деятельности, да. Сразу получить желаемый результат. И изначально эта позиция, она ошибочная, да. То есть, вам не нужно идти так. Нужно просто говорить, я попробую, да. Попробую и будь что будет, да. Это будет просто опыт. Просто здесь есть очень большие ожидания. Почему у вас есть вообще ожидания? Ну, я могу предположить, что по королеве жезлов, да. Вы осознаёте свой потенциал, да. То есть, вы, как это правильно сказать, вы понимаете свою силу, да, насколько вы способны. Ну, в контексте того, что голова есть, мозги есть, язык хорошо подвешен, да. Если что-то не знаю, могу спросить, узнать. Я не вижу, чтобы здесь был страх, вот, связанный с действиями непосредственно. То есть, вы не тот человек, который не может засучить рукава и что-то сделать. Вы не боитесь работы, проще говоря. Но вы хотите эту работу сделать идеально. И причём сделать с первого раза. Вот это вот ваша ошибка. Ну, то есть, если не идеально, то, как минимум, очень-очень хорошо. И это не совсем правильно. Потому что вы не даёте себе период научения. То есть, вы, как-то, знаете, слишком требовательны в этом вопросе и неадекватны. Потому что любой новый навык, нужно время, нужно время на его выработку, да. Для того, чтобы превратилось всё в автоматизм, в некую такую привычку. А у вас вот есть вот эти вот требования того, что... Нет, я хочу сразу... Откуда это берётся? Вот откуда это? Тройка кубков. Желание получить очень легко результат. Ну, почему? Вот откуда вот это вот желание лёгкости? Ну, то есть, хочу получить результат легко и быстро и сразу. Вот откуда это берётся? Паша Мичей. Скорее всего, это каким-то образом связано с любознательностью. Вот я говорю, здесь идёт энергия того, что... Я способный человек. Вы действительно по Пашу Пендакли способный ученик, да, быстро схватывать Паш Пендакли, Паш Мичей. То есть, человек, который схватывает информацию быстро, обрабатывает её, вычленяет суть, понимает, в чём дело. И вот... Ну, только это в теории. А вот с практикой здесь есть какая-то такая, знаете, как это правильно так сказать, продолжительность, да, то есть здесь нужно время. То есть, получается, практика – это плотный план, физический мир. И здесь есть немножко задержка по времени. На тонком плане вы, как говорится, как рыба в воде, да, то есть понимаете всё. Поэтому и в теории вам всё понятно. Но теория с практикой, она всегда расходится, потому что встречаются какие-то факторы, которые... Не то, что вы их не учли, а они появляются в процессе взаимодействия, в процессе действия, когда вы начинаете что-то делать. И вы это учесть не можете, потому что всё учесть мы не можем. Здесь такое ощущение, что ещё какие-то вопросы контроля всплывают. Ну, требовательность, да, здесь требовательность. Возможно, здесь может быть в контексте воспитания, что родители были к вам слишком требовательны, да, и вы привыкли. Потому что здесь вот эта вот привычка, да, делать всё хорошо, она ведь не случайно появилась. У неё есть корни. И эти корни, скорее всего, идут к тому, что ваш портрет здесь, с детства, ребёнка достаточно смышлённого. И наверняка к вам обращались как к взрослому, да. И наверняка ваше общение было с людьми намного старше вас, потому что с одного возраста с вами, да, вам было неинтересно. И вот эта вот ваша любознательность, она и привела к тому, что вот такое ощущение, что вы маленький ребёнок, в теле маленького ребёнка, вот, а мозги ваши, ну, намного старше человека по возрасту. И поэтому вот этот потенциал видели вас родители, не отдавая отчёт в том, что вы всё же ребёнок. То есть вот как-то с вас спрос был больше. И вы привыкли к этому. И поэтому у вас есть вот эта вот требовательность. Опять же, здесь, знаете как, я не могу сказать, что есть какое-то противоречие в контексте того, что вы... Как это сказать? Вы как будто бы не рассчитываете свои силы. Здесь нет такого. Вы знаете, что вы справитесь, но не совсем понимаете, что вы справитесь с первого раза. Это, знаете, как некая такая визуализация, да, когда представляешь себе идеальный мир, ты его представляешь с первого раза, так, как ты хочешь. И тебе кажется, что вот если вот так вот так сделать, то и в физическом плане, да, это всё получится. То есть, допустим, если вы представляете себя, не знаю, в каком-нибудь дорогом автомобиле, в котором вы хотите, то в теории это вот представляете сразу. А на практике у вас как будто бы есть такое представление, что вот я иду в магазин, да, сажусь вот в эту машину, которую я хочу, и вот за рулём я себя ощущаю прекрасно. Да, это может быть, только если вы её не покупаете, а просто идёте посмотреть и протестировать. Но если вы её хотите купить, ясное дело, что появляются какие-то другие факторы, которые немножечко отдаляют вас от реализации вашей цели. Вот и всё. Это здесь не показатель того, вот именно в конкретном случае того, что вы не сможете это иметь. То есть, вот с этим здесь подумайте немножко, потому что здесь вот этот вот страх по Луне, он может быть даже ещё как-то передаётся от кого-то из ваших родителей. То есть, вот нечто аналогичное было и у кого-то из ваших родителей, потому что здесь есть, не то чтобы вот какая-то наследственность, но вот как привычка, которую вы переняли от кого-то в вашем окружении. Такой какой-то бессознательный страх. Ну-ка, якобы, ну ещё глубже, что здесь может быть за бессознательный страх? Ну вот, бессознательный страх, восьмёрка мечей, да, невозможность, какие-то ограничивающие убеждения. Какие-то, всё понятно, смотрите, есть ограничивающие убеждения, что легко и просто, да, так как вы хотите, легко и просто не получится. Поэтому, когда я иду в новое, и опять же таки, это ограничивающие убеждения, оно появилось каким-то опытом. То есть, вы когда-то пробовали, вот, и наивно надеялись на то, что получится сразу, да, с первого раза, а оно не получилось. И у вас засела вот эта вот мысль о том, что, как ограничивающие убеждения, что легко и просто не получается. И что наверняка я буду разочаровываться. То есть, вы как будто бы даёте себе какую-то не очень-то позитивную установку, которая, по сути, и проигрывается. И поэтому вы получаете подтверждение того, что легко и просто не получается, я буду разочаровываться. И мир вам это и показывает через действие. Поэтому, когда вы идёте во что-то новое, у вас уже сформировался такой автоматизм, да, модель поведения того, что когда я иду в новое, изначально вы не верите, что получится. Просто потому, что уже несколько раз в прошлом не получалось, и отсюда появилась вот эта вот программа, которая и воссоздает вашу реальность. Поэтому и неуверенность, она в краске связана с этим. Ну вот, как-то так. Так, это был первый вариант. Позиция номер два. Красненький камешек и колоды Таро Сумасшедшего дома. Смотрим двоечки. Ой. Сразу упал аркан справедливости. Что? В чём вы? В каких моментах вы чувствуете свою неуверенность? А, и у нас выпал аркан справедливости, который говорит о том, что вы чувствуете себя неуверенно в те моменты, когда чувствуете, что кто-то с вами поступает несправедливо, да, что что-то не так. Здесь как будто бы выбивает у вас почву из-под ног, когда вы предполагаете, что взаимодействие с каким-то человеком должно идти по одному формату, а оно вдруг развернулось по другому. Ну, к примеру, вам нужно пойти в какое-нибудь государственное учреждение и сдать документы. И вы предполагаете, что при наличии определённых документов, которые у вас есть, да, у вас, например, примут там заявку, либо то, что вы идёте делать. И вы рассчитываете на это. И вдруг вы приходите, а там встречаете, я не знаю, госслужащего, который не с той ноги встал и начинает придираться. Не та подпись, не та печать, не того цвета бумага. Ну, то есть просто человек придирается, вы это понимаете. Но вы шли, допустим, на взаимодействие с этим человеком, на благоприятный исход. А тут получается так, что человек начинает придираться, и вы понимаете, что он несправедлив. Да, то есть что ко мне придираться? Зачем на мне срываться, да, то есть когда ощущаете вот какую-то несправедливость по отношению к себе, вот тогда у вас появляется неуверенность. Почему? Почему у вас появляется? А верховные жрицы, потому что вы, ну, не хватает информации в контексте, не то чтобы опыта, а скорее всего здесь идет как окомнение какое-то, да, как это правильно надо сказать, оцепенение, да. Человек как реакция страха через оцепенение, и вы как будто бы не можете найти подходящие слова. Вы не можете подобрать какую-то правильную модель поведения в такой ситуации. И получается так, что вы как рыба на суше, да, которая открывает рот, а звук не выходит, да, только открывает и закрывает. Вот я говорю, здесь момент какого-то такого, знаете, оцепенения. И вы чувствуете свою неуверенность, потому что вы теряетесь, вот правильное слово будет. Вы в такие моменты теряетесь, вы не знаете, что сказать. Почему? Потому что вас выбивает из вашего равновесия. То есть по своей природе-то вы у меня спокойные такие, вежливые и тактичные. Вот. А тут получается, что с вами ведут, ну, не так, как вы считаете, что вы заслуживаете, да, что в принципе можно было разрешить задачу, либо ситуацию немножко по-другому. А тут получается, что человек вообще как будто бы с вами не считается, да, и поступает как-то несправедливо, и вы находитесь вот именно в таком растерянном состоянии и оцепенении, и не знаете, как себя повести, потому что... Еще раз скажу, повторяюсь, но здесь по-другому не получится. Вы... вас как будто бы выбрасывает из баланса. То есть здесь в идеале было бы научиться практиковать свою вот какую-то стойкость. То есть, знаете, вот именно вот это состояние не то чтобы дзена, а уравновешенного, да, когда никто и ничто не может выбить вас из вашего спокойствия. Здесь вот какой-то такой навык вам необходим. Прям вот прокачка, да, что... Я не знаю, как показывает, например, в армии, да, стоит солдат, и вот на него там старший по позванию там кричит, что-то делает, а он стоит молча, да, и вот как будто бы не реагирует. Но здесь для вас важно не только внешне не реагировать, а внутренне. То есть вам внутреннее ваше состояние важно очень держать в балансе. Тогда вы сможете спокойно реагировать на любую несправедливость. Потому что вы здесь как будто бы вас выбивают из равновесия, вызывая в вас эмоции. И вот эти вот эмоции, они перекрывают ваше логическое какое-то мышление, и вы не можете сообразить, что и как вам нужно делать, потому что вас накрывают эмоциями. Вот в таких ситуациях вы чувствуете себя неуверенно. Есть ли еще какая-то ситуация, где вы чувствуете себя неуверенно? Ну вот в любовных взаимоотношениях вообще все, что связано с любовью. Причем здесь, знаете, так интересно. Все, что связано как-то, не знаю, в профессии, с профессией, с работой, либо какое-то такое формальное взаимодействие с людьми там, где нужно, там, где нету эмоций, незадействованной эмоции, вы очень хорошо справляетесь. А вот то, что касается личного, вот здесь вот, возможно, появляются какие-то сомнения и неуверенность. А почему? Вот в чем проблема, да, что стоит за этой неуверенностью? Ну вот тушкубков эмоции. Ну то есть ваша проблема и, в принципе, очень такой хороший навык, над чем вам нужно поработать, это вот прокачать свою стойкость, стойкость и мужественность, мужество не реагировать на провокации, которые вызывают у вас эмоции. То есть вообще такая некая стрессоустойчивость вам необходима, потому что вы слишком щепетильны в каких-то моментах бываете. Что еще стоит за вашей неуверенностью? Ну, Аркан Звезды. Ваша чистота вашей души, да, то есть некая такая идеализация, не знаю, мира. Ну вот Аркан Справедливости, да, здесь про это и говорит, что у вас есть ожидание того, что, не знаю, люди должны быть более сдержанными, более тактичными, более человечными, что ли. Ну то есть есть некий такой идеал. Я не говорю о том, что он неуместен, но просто наш мир на данном этапе не соответствует этому. А у вас, возможно, есть такая задача привносить свет в этот мир, да, и поэтому вам, как никому другому, очень важно находиться вот именно в балансе и этот свет нести, чтобы он у вас не мигал, потому что он мигает, когда вот что-то не так идет, да, не то вам сказали, где-то какую-то несправедливость проявили, причем это не только по отношению к вам, не знаю, может быть, там где-нибудь в магазине, какая-нибудь кассир, либо какая-нибудь продавщица кому-то там нахамила, там, не знаю, бабушке какой-нибудь, а у вас включается вот это вот сопереживание, да, уважение к взрослым, вот этот вот идеал по Аркану звезды, как должно быть правильное, цивилизованное, воспитанное общество, и как люди в нем должны себя вести, то есть у вас вот это вот понимание, оно прям врождено, как будто бы, вот, я не знаю, с детства, что ли, привито вам правильности, правильности, уважения, тактичности, вот эти вот все моменты, они у вас есть. Что еще может скрываться здесь за неуверенностью? Ну, Аркан Суда, видите, все великие Арканы, что может, семья здесь может, да, вот опять же таки, воспитание, здесь вопрос воспитания, если мы говорим о семье, здесь такое ощущение, что вот воспитание, оно было каким-то консервативным и слишком традиционным, то есть не совсем адаптивным к нашему времени, то есть не было какой-то вот лояльности, да, в каких-то моментах, то есть было разделение мира исключительно на черное и белое, да, то есть не было вот этих полутонов, поэтому и вам очень сложно, когда вы видите какие-то полутона, и даже если вот вы не вступаете в взаимодействие, да, с людьми, когда кого-то там защищаете, да, либо что-то делаете, здесь все равно присутствует у вас вот это вот разделение на добро и зло, и вы очень восприимчивы именно ко злу, вот к тьме, то есть вы ее видите, и вам сложно переживать, то есть вот, допустим, даже если это серый цвет, да, все равно вы в нем видите вот больше темного, больше черного. Я не говорю о том, что вы делаете акцент на этом, да, фокусируетесь, но вот здесь вопрос контрастов, он очень ярко выражен у вас, то есть помимо того, что вы должны быть стойкими, вы должны еще как-то быть более мягкими, гибкими в контексте того, что и в тьме тоже есть свет, да, только, возможно, в малом количестве. То есть вот здесь вопросы борьбы добра и зла у вас очень ярко запечатлены в вашей программе. Вы проживаете, и в большинстве своем вы очень сильно страдаете от этого, потому что вот сильный такой контраст, да, что вот это прям добро, а это зло. Но в реальном мире не бывает чистого добра, либо чистого зла. Всегда все имеет какую-то примесь. И вот ваша задача еще и научиться распознавать это, да, то есть не входить вот в эту полярность, а уметь видеть вещи такими, какими они есть, что ничего не бывает просто одного цвета, да, что есть вот эти вот полутона. Вам это важно. Почему это важно? Потому что вам так проще будет жить. Потому что вот ту какую-то свою утопическую жизнь, которую вы создали, опять же таки, не сами по себе, а благодаря вот вашему воспитанию, вот здесь очень сильное влияние семья имеет. Вот родственники, здесь очень много людей, которые были привлечены к вашему воспитанию. И каждый привнес что-то свое. И вот это вот влияние очень сильно, хотя это имеет отпечаток на вас. Хотя очень странно, да, почему? Потому что, в принципе, вы в своем окружении видели абсолютно разных людей. Те, кто воспитывал вас, либо имел какое-то отношение. То есть я имею в виду, это могут быть там двоюродные братья, дяди, тети, там, не знаю, соседи. И эти люди, они были абсолютно разные, да, по своему образу жизни, да, культуре, воспитании и так далее. И, по идее, вот этот вот мультимир, в котором вы воспитывались, он должен был вам как раз таки и показать, то, что мир не делится только на добро и зло. Но вот ваша такая программа, врожденная, да, скажем так, генетическая, она имеет очень четкое разделение одного от другого. И, скорее всего, вот если в вашем воспитании действительно присутствовали абсолютно разные люди разных возрастов и, хочется сказать, предпочтений и вкусов, да, то это вот было лишь только для того, чтобы вы в будущем как раз таки увидели вот эту вот многогранность мира и людей, которые вас окружают. Да, здесь, здесь как-то так. Так, это у нас с вами была вторая позиция. И мы переходим к третьей зелененькому камешку. Троечки. Так, смотрим. Когда вы чувствуете тройки себя неуверенными? Когда, в какой момент вы чувствуете себя неуверенными? Башня, в какие-то критические моменты, но здесь, знаете, здесь не то чтобы неуверенность, а здесь мне идет такая энергия, что здесь как будто бы идет какое-то раздражение, да, то есть здесь не то чтобы неуверенность, а из-за очень ярких эмоций, причем таких не совсем позитивных, да, в низких вибрациях, это настолько начинает расшатывать ваше пространство, что здесь, скорее всего, я склоняюсь к страху, который вот может разрушить все вокруг вас. Здесь ощущение того, что вот в таком состоянии, не дай бог, я что-то сделаю, здесь неуверенность переходит, скорее всего, в страх, не дай бог, я кому-то наврежу, да, если так можно, принесу вред, нанесу какой-то вот урон, о котором я впоследствии пожалею, то есть здесь вот такие моменты проходят, а неуверенность есть ли в каких-то моментах, да, есть сомнения двойка мчей, причем тот же Аркан выпал по первой позиции. В чем? В принятии решения. Здесь, знаете, как может быть, в каких-то конфликтных ситуациях, вот я говорю как по башне, да, в каких-то конфликтных ситуациях вы боитесь, боитесь не за себя, а боитесь за других людей, за других людей, что вы как будто бы становитесь неадекватными и неконтролируемыми, то есть вы можете, независимо от того, мужчина, женщина, ну, если женщина, если мужчина еще хуже, да, то есть там может быть и какая-то там физическое насилие, да, если что не так, могу и морду набить, да, то есть со мной не постоит, особенно если, не дай бог, занимаетесь боевыми какими-то искусствами, да, то, конечно же, человек отдает себе отчет, что урон будет нанесен и ущерб большой, вот, но здесь, если вы женщина, то здесь может быть то, что по тазу, по тазу, может быть у кого-то по тазику, да, по тазу мечей, здесь может быть то, что вы в такие моменты можете сказать то, что сказать не должны, особенно если это касается какой-то тайны, то, например, вы знаете о человеке что-то, да, кто-то вам что-то сказал и попросил держать язык за зубами, вот в момент как раз-таки ссоры, конфликта с этим человеком, вы можете сказать о нем вот то, что вас просили не говорить, но не потому что вы не можете держать тайны, а потому что у вас есть желание уколоть, сделать как-то побольнее этому человеку, да, потому что ощущение здесь того, что в любой битве вы должны выходить победителем, у вас есть это качество, скорее всего, это идет из прошлых воплощений, да, какие-то наработки, где вы были не простым солдатом, а каким-то военнослужащим, там, я не знаю, генералом, ну, то есть тот, кто управлял солдатами, имел в своем подчинении людей, то есть тот, который привык отдавать приказы, здесь идет энергия такого человека, который умеет властвовать над другими людьми, и понимая вот эту вот свою слабую сторону, уязвимую, да, что вы уязвимы перед властью и перед вседозволенностью, вы прикладываете очень много усилий для того, чтобы вот эту вот энергию в себе контролировать, умеете ее управлять, но, опять же таки, да, все мы люди, и иногда вы срываетесь, вот этот вот момент, он очень опасный для других людей, вы это понимаете, поэтому здесь неуверенность, она как раз и связана с тем, что не дай бог вы сорветесь, как говорится, с цепи и наделаете ошибок непоправимых, вот, и здесь вот эти вот моменты, да, особенно конфликты, там, где есть вербальная какая-то перепалка, когда вы говорите что-то, да, здесь можете вскрыть такое, что-то болезненное, есть ли еще какие-то моменты, где вы чувствуете себя неуверенной, да, здесь есть тревожность некая, не то чтобы неуверенность, а тревожность, возможно, эта тревожность связана с детьми, либо с детьми, либо, опять-таки, вот тревожность в контексте лидерских каких-то позиций, куда вы ведете людей, да, то есть, если, например, вы управленец, у вас есть в отчинении люди, иногда бывает неуверенность в контексте того, что не как организовать этих людей, а туда ли я их веду, потому что здесь вот ощущение контроля, в чем заключается, что пока, допустим, люди соглашаются, ваши подчиненные соглашаются с вами в чем-то, вам, ну, хочется сказать, стадом проще управлять, но стоит только там одному, либо двум-трем овцам, овцам выбраться из стада, то вы чувствуете себя тревожными, неуверенными, потому что боитесь, что и остальное стадо, оно может разбрести кто куда, и потом попробуй их собрать, и чтобы заново куда-то повезти, то есть вот такое ощущение, что, знаете, некого бунта, опять у меня идет, это вот как-то из прошлых воплощений, может быть, знаете, как-то здесь картинка такая идет, что как будто бы что-то подготавливалось, вот это из прошлого, из прошлой жизни, что как будто бы что-то подготавливалось, какое-то дело, и, не знаю, как какой-то бунт, и вы были предводителем, и вроде бы все шло по плану, но потом в последний момент произошло какое-то предательство, и то дело, которое вы должны были совершить, которое возлагалось на вас, оно вот из-за этого предательства, оно не реализовалось, и здесь вот это вот чувство того, что я несостоятельный, потому что у меня это не получилось, потому что я завалил очень важное дело, там есть такое ощущение, что вот какие-то повстанцы, да, создают, подготавливаются к какому-то перевороту, и вот в последний момент их предали, и не получилось, и вот из-за этого, там, я не знаю, как будто бы поймали людей, и вот этих всех повстанцев, да, и возможно вы оказались на свободе, а этих людей казнили, либо наказали, и вот это вот чувство вины у вас ответственности, у вас есть, то есть здесь проблема предательства и проблема ответственности, она идет из прошлых жизней, вот, и поэтому здесь такое ощущение, что когда что-то выходит из-под контроля, вы очень сильно тревожитесь, потому что вот где-то бессознательно вот эта вот программа из прошлых воплощений, она всплывает о том, что что-то пойдет не так, и вы не боитесь за себя, вот я к чему, да, что там, не знаю, вас накажут, а что пострадают другие люди, и вы будете винить себя, то есть вот это вот чувство вины здесь очень ярко ощущается по энергетике, что вы себя вините за то, что что-то не получилось, но опять же таки не по отношению к вам, вам все равно, допустим, если вас, опять же таки, как военнослужащего, да, как это, снимут с вас, например, там, я не знаю, вы ли лейтенантом, да, а станете, там, я не знаю, сержантом, ну, если я правильно говорю, то есть на уровень ниже вас спустят, то есть вам это все равно, но вы будете, вот здесь чувство ответственности и совесть здесь очень хорошо работает у людей, и вам будет совестно, и вы будете корить и винить себя всю жизнь, вот в чем проблема здесь на самом деле, то есть не столько опять же таки неуверенности, потому что вы достаточно уверенный в себе человек, потому что вы не боитесь, дайте и отпор кому-то дать, если вам кто-то что-то скажет, нахамит вы и сказать можете, ну, то есть с вами не постоит, у вас нет вот этой, там, не знаю, страха пойти в новое, все такое, нет, здесь вот какие-то моменты, волнения, переживания за других, и вот поэтому здесь и ребенок-то вышел, да, что вы переживаете за детей, потому что это тот же сценарий, да, то есть в прошлой жизни, возможно, переживали, волновались за людей, которые были в вашем подчинении, в этом воплощении, да, в вашем подчинении являются дети, либо питомцы, то есть там кошки, собаки, попугайчики, рыбки и все такое, то есть здесь какая-то вот, все, что связано с подопечными, все, что связано с теми, кто, за кого вы несете ответственность, да, хочется сказать, кого вы приручили, вы здесь прям очень трепетно к этому относитесь, очень сильно переживаете, так, ну, в принципе, все, мне кажется, я сказала, вот эти два момента, конфликт из-за других людей, ну, дать еще один аркан вытащить, потому что такое ощущение, что что-то недосказала, что о чем нам говорит, король пендакли, но здесь скорее всего идет большая подсказка о том, что вот это вот вашу энергию, да, ответственности, вам хорошо было бы ее заземлять, заземлять через то, что создавать комфорт, то есть направлять созидательное русло, создавая комфорт и удобство для других людей, то есть не тревожиться и переживать, и каким-то образом там конфликтовать, а выражать заботу через физический мир, ну, и плюс ко всему заземлять, то есть здесь занятие спортом, вот будет самое идеальное, не йога, да, здесь не про йогу, здесь какие-то моменты, там, я не знаю, может быть, это танцы, да, опять же-таки танцы, это не какой-то там вальс, либо балет, а танцы, например, ну, современные какие-то, да, либо, опять-таки, если это бальные, то активные какие-то, может быть, румба, может быть, там, я не знаю, там, чачача, что-то такое, а если что-то медитативное, то здесь, вот, опять-таки, там, где есть динамическая медитация, там, где есть движение, очень важно, но не йога, здесь не должна быть пассивность, здесь может быть, например, там, японская гимнастика, да, тайцей, либо какие-то энергетические моменты, но это обязательно должно быть связано с физическими действиями, ну, или, как минимум, очень быстрая ходьба, не медленная, опять-таки, а быстрая, потому что, вот, вы знаете, вы как Марс, планета, очень такая воинственная и огненная, и она в движении, здесь скажу такую ремарку, многие знают, да, в греческой мифологии, про Геракла, про его подвиги, так вот, каждый подвиг, да, 12 его подвигов, они имеют прямое отношение к 12 богам, то есть, в мифологии никогда не бывает ничего, так это сказать, буквально, да, так, как говорится, то есть, например, там идет убийство, да, то это метафорическое завершение чего-то, начало чего-то нового, если это насилие, то это тоже имеет свой какой-то определенный смысл, так вот, подвиги Геракла, они имеют прямое отношение к тому, каким человек должен быть, то есть, по сути, вот все обучение, воспитание духовное, каждого человека, оно шло непосредственно через мифы, ну, либо через сказки, да, то, что, в принципе, примерно одно и то же, так вот, подвиги Геракла, которых было 12, они имеют прямое отношение к 12 богам Олимпа, и вот самый первый подвиг Геракла, он имеет прямое отношение к Марсу, то есть, к Арису, к богу войны, почему я сказала, потому что башни соответствуют Марс, согласно Древу Жизни, да, ассоциация соответствия идет, планеты Марса, так вот, и это самое первое качество, которое человек должен выработать в себе, по богу Марса, по богу Ариса Марса, это мужество, мужество, и в данном случае имеется в виду стойкость, то есть, не мускулиность, особенно если мы говорим про женщин, а именно вот эта вот внутренняя стойкость, непоколебимость, мужественность, да, когда сложная какая-то ситуация, люди говорят, мужайся, да, то есть крепись, вот почему я это сказала, потому что вот здесь вот башня выпала у нас, да, поэтому вот самое первое качество, которое человек должен выработать в себе, вот это именно вот это, и вам это и нужно прокачивать, стойкость и выдержку, вот это то, что вам необходимо, поэтому любые практики, любые занятия, в которых вот прокачивается это качество, оно вам будет полезно, поэтому ищите какие-нибудь занятия, где нужна выдержка, выдержка, там я не знаю, это может быть даже, например, элементарно занятие стрельбой, почему, потому что помимо того, что используем оружие, и наверняка женщины здесь стреляют очень хорошо, потому что возможно в прошлых воплощениях воевали были мужчинами, вот, я не знаю, например, там стрельба из лука, либо из винтовки, то есть вот такие моменты, стрельба, это тоже прокачивает некую такую выдержку, терпение, умение контролировать свое дыхание, задерживать его для того, чтобы попасть в цель, то есть вот какие-то такие навыки, умения здесь, вот вам необходимо проработать, тогда вам проще будет, не то, чтобы мы говорили в вашем случае, не про неуверенность, а вот про вот этот вот контроль, выдержку, выдержку, спокойствие, тогда у вас и взаимоотношения с детьми, кстати, наладятся, на всякий случай, потому что здесь прям гиперопека проходит, при всем, что, знаете, здесь ваши взаимоотношения с детьми, они такие, ну не совсем обычные, хочется сказать, что с одной стороны, возможно, вы контролируете, да, куда пошел, там во сколько придешь, все такое, а с другой стороны, если, например, там ребенку, там 17 лет, да, он еще не является совершеннолетним, приходит к вам и говорит, там, мама, я хочу, там, не знаю, серьгу себе сделать, да, либо там татуировку набить, то вы к этому лояльно относитесь, и говорите, окей, да, я не против, пойдем вместе сделаем, либо я тебе найду мастера, что-то такое, то есть вот в каких-то таких моментах, где казалось бы, что необходим какой-то контроль, вы более лояльны, а вот, например, куда пойдешь, во сколько придешь, то есть вот в таких моментах контроль присутствует, поэтому здесь какое-то такое воспитание, очень необычное, с одной стороны, у вас есть доверие к ребенку, как ни странно, да, почему я говорю, как ни странно, потому что у вас есть вот этот вот контроль, да, то есть вы вроде бы и доверяете детям, там, где можно, ну, обычно не доверяют, в силу того, что у детей неустойчивая психика, и они могут поддаваться легко на манипуляции и на влияние других людей, это не потому, что ваш ребенок плохой, вот, но с другой стороны, когда идет вот какая-то ошибка со стороны ребенка, то есть вы ему, допустим, там, ну, условно говоря, доверили деньги, да, там, маленькому ребенку, сходи в магазин, ну, там произошла какая-то ошибка, и, допустим, кассирша не додала денег, так вот, вместо того, чтобы как-то, я не знаю, пойти разбираться там с этой кассиршей, либо принять ответственность на себя, да, что я виноват, почему я дал несовершеннолетнему ребенку деньги и дал такое вот ответственное дело, то есть доверился, да, здесь может быть очень серьезное наказание ребенка, да, вот тебе урок на это, можете очень сильно его наказать, то есть вот здесь, вот эта вот грань, она очень такая тонкая, да, то есть от полного доверия до сильного контроля, да, и вот, ну, вы очень строгие, вот прям очень строгие, да, я не хочу говорить жестокие, но вот очень строгие, но если с девочками еще как-то вот, как-то понятно, то мальчишек вот здесь вот прям очень держите в ежовых рукавичках, да, как-то так, так, вот такой у меня был сегодня расклад, напоминаю, да, что в разделе сообщества, ссылка под этим роликом, вы можете увидеть приглашение на близконсультацию на эти выходные, вот, я пожелаю вам хорошего отдыха в последние диньки августа, и мы встретимся с вами в понедельник, и поговорим про эмоции, да, все, прощаюсь всем, пока-пока, пока-пока, убега, Продолжение следует...